Итак, коллеги, добрый вечер всем. Пора начинать вебинар. Я подождала, пока у нас собралось достаточное количество людей, чтобы вы все услышали из первых уст и задавали потом как можно меньше вопросов, чтобы я вам донесла информацию сегодня по максимуму. Давайте начнем с того, насколько все видно, насколько слышно. И меня, и первый слайд презентации меня интересует, потому что сегодня мы будем говорить по ней. Давайте начнем с плюсиков, насколько все видно и слышно. Так, видно, слышно все хорошо. Все, отлично. Тогда мы можем начинать. Я сегодня постараюсь провести свой вебинар по максимуму уложиться в час. Кто уже слушал мои вебинары, знает, что я не люблю задерживать людей очень долго, потому что дольше часа, как правило, концентрация не держится. Так, скажите мне, пожалуйста, есть ли на вебинаре сегодня новички, которых никто не приглашал, которые просто с чьей-то странички перешли по ссылке, увидели вебинар, потому что переманивать людей я не переманиваю никогда. Мне нужны просто люди, которые первый раз услышали об этом проекте, сами где-то увидели, может быть, у меня на страничке, и хотят попробовать здесь зарабатывать. Потому что среди таких людей я хочу, как я и писала, я хочу провести некий розыгрыш в конце. Я до сих пор набираю себе первую линию, я этого не скрываю, я себе пополняю команду всегда, всегда люблю брать себе новых активных людей, которые хотят научиться зарабатывать деньги. Поэтому, в принципе, готова проводить такие розыгрыши. Очень скоро и среди своей команды, я думаю, проведу некий такой конкурс-розыгрыш. Сразу заинтригую свою команду, которая здесь есть. Плохой звук. Так, ребят, у всех плохой звук или только у Раисы? Чтобы мне понимать, что со звуком происходит. Ну, что у меня все хорошо. Давайте еще раз со звуком разберемся, чтобы мы уже могли начинать. Плюсики, минусы. Что со звуком? Давайте по десятибалльной шкале, что у нас со звуком происходит. Так, все отлично, все вроде... Все у всех слышно. Если у кого-то что-то не так, вы можете перезайти, потому что еще достаточно мест в комнате. Поэтому можете попробовать перезайти. Возможно, что-то либо у вас не так, либо просто добавьте звук на динамике. Итак, давайте начнем с того. Меня зовут Бабажанова Оксана. Кто-то меня уже знает, кто-то любит мои вебинары, кто-то на них присутствовал. Я зарабатываю в сети уже на протяжении полутора лет. Перепробовала достаточное количество проектов. Знаю как преимущества, так и негативные стороны очень многих проектов, в которых я даже не была, просто изучала их маркетинги. Поэтому сегодня хочу затронуть такую интересную тему как раз-таки, как именно преимущество нашего проекта перед другими матричными проектами. Почему такую тему я взяла? Потому что возникает очень много вопросов и среди моей команды, среди новичков, которые ко мне приходят. Стабильный вопрос. Да, чем мы лучше других? Потому что ни для кого не секрет, что существует огромное количество проектов в сети. Каждый день появляется какой-то новый проект. И нужно понимать, когда вы общаетесь с потенциальным партнером... Так, Галина, не слышно. Ну, слушайте, мне все написали, что слышно, поэтому попробуйте просто перезайти в вебинарную комнату. Так вот, когда вы общаетесь со своим потенциальным партнером, вы должны понимать, в какой компании он работает. Ну, хотя бы примерно понимать, в какой компании он работает. Сегодня, кстати, мы разберем преимущества нашей компании на примере двух других, с которыми я знакома. Оля, тоже. Перезаходите в вебинар, потому что серьезно все работает. Нужно просто, скорее всего, перезайти. Так вот, нужно понимать, какими фактами вы можете апеллировать с вашим потенциальным партнером. Потому что, как показала практика и как показало изучение маркетинга одной из компаний, на его изучение я потратила целый день, не все так сладко, как рассказывают люди, не все так сладко, как они пишут в своих постах. Поэтому сегодня, я думаю, вы, те, кто только начал работать в Infinity Matrix, еще не разобрались с маркетингом, с преимуществами, вы узнаете много нового. Вы узнаете, чем действительно мы лучше конкурентов, а конкурентов у нас, в принципе, на рынке хватает, которые кричат, что мы уже работаем там 5, 7, 10 лет, и все у нас замечательно, и деньги у нас есть. Но, как оказалось, что денег просто там стабильно нет. Но компания стабильна. Вот. Поэтому вот о таких компаниях мы сегодня поговорим. Итак, давайте перейдем к плану вебинара, что мы сегодня с вами рассмотрим. Мы рассмотрим основные фишки Infinity Matrix и почему с нами работать выгодно абсолютно всем. Я могу подчеркнуть, что действительно здесь выгодно работать абсолютно всем. Здесь может найти для себя заработок человек абсолютно с любым кошельком. И даже если в кошельке все очень плохо, вы все равно можете начать здесь зарабатывать, сделать так, чтобы в кошельке было хорошо. То есть маркетинг построен таким образом, чтобы действительно любой человек, который пришел в сеть и хочет зарабатывать деньги, либо как сделать это основной деятельности, либо просто сделать подработкой, он может у нас найти эти деньги. Дальше мы разберем с вами, что такое делящиеся и неделящиеся матрицы. Объясню, зачем. Это обязательно нужно понимать, когда вы опять-таки общаетесь с какими-либо людьми из других матричных проектов. В свое время, после скам и кэшбери, я была там партнером, я столкнулась с матрицей, после чего у меня на самом деле сложилось очень негативное впечатление к матричным проектам, потому что я не разбиралась, что матрицы бывают делящиеся, бывают неделящиеся. Я не понимала, в чем их разница, а это нужно понимать. И когда опять-таки в разговоре вам будут пытаться втюхивать проект очень хороший, денежный, но вы увидите, что там матрицы делящиеся, я вам рекомендую оттуда бежать, потому что в делящихся матрицах денег мало, и с деньгами все плохо. С помощью от спонсоров там тоже все плохо, поэтому как бы на своем опыте я могу это сказать. И дальше мы сравним с вами Infinity Matrix с другими матричными проектами, как я уже сказала, в одном из которых я работала, а в другом я просто потратила время на изучение маркетинга, потому что, вот честно, мне было интересно, когда весь интернет пестрит просто постами, как у нас все хорошо, а потом я вижу пост человека, который работает там полгода и гордо заявляет, что я еще не заработал ничего, мне действительно стало интересно, да что же это за матричный маркетинг, которым заработать просто нереально. Поэтому сегодня я решила его также разобрать. Итак, давайте начинать. Скажите, пожалуйста, новички, которые вообще первый раз слышат об Infinity Matrix, да, здесь есть, насколько я понимаю, потому что я решила немножечко рассказать вообще о нас, что это за проект на самом деле. В маркетинг я окунаться не буду, это сразу я говорю, по маркетингу у нас проводил вебинар Илья Дашкевич буквально недавно, в записи он есть, поэтому в маркетинге я рекомендую вам разобраться. Маркетинг действительно очень вкусный, очень денежный. Я вам могу сказать, что подобного маркетинга нет, да, в сети, по крайней мере, подобного денежного маркетинга я еще не встречала, где все сделано хорошо и для партнеров, и для кураторов. Итак, давайте немножечко затронем, что такое Infinity Matrix. То есть это новый матричный проект совершенно нового поколения. Почему он называется матричным проектом нового поколения? Потому что он вобрал в себя абсолютно все плюсы проектов, которые есть. То есть он создавался каким образом? Да, были взяты за основу какие-то матричные проекты. В принципе, как любой проект создается, берется за основу какой-то матричный проект, изучаются все его плюсы, изучаются все его минусы, чтобы их просто не включать, и в принципе запишется новая программа. Так вот, Infinity вобрал в себя абсолютно все плюсы, которые только есть, и убрал все минусы, которые были в каких-либо матричных проектах. То есть были проанализированы различные компании, были изучены различные маркетинги, которые есть, какие-то более денежные, какие-то менее денежные. Вычленен вот большой плюс из всех этих проектов, и была создана именно Infinity Matrix. Поэтому на сегодняшний день можно говорить, что аналогов данному проекту нет. Почему? Я думаю, что если вы маркетинг не смотрели, обязательно посмотрите. Либо видео, оно занимает буквально там 4-5 минут, либо посмотрите в PDF-файле. Ваши лидеры, я думаю, отправят вам маркетинг. В картинках, в зарисовках, там очень подробно все расписано, сколько денег вы получаете, на каком этапе. Очень много постов в интернете можно найти, где уже люди сами вам даже посчитали, сколько денег. В общем, вы можете здесь зарабатывать только с одного аккаунта. Просто нужно потратить немножечко времени и поискать эту информацию. Итак, немножко мы по маркетинге все-таки затронула. То есть он у нас создает из 12 бинарных 7-местных матриц и 9 бонусных 3-местных матриц. Про бонусные матрицы мы сегодня будем говорить отдельно, потому что это очень большой плюс в проекте. Это реальная фишка, так скажем, быстрые деньги. Поэтому сегодня мы остановимся на них более подробно. Так, ну, я не знаю, вот у кого не слышно, на самом деле, может быть, сильно попробовать с другого браузера зайти. Я тоже, на самом деле, всегда работаю с Google, у меня всегда все было хорошо. Честно, даже не знаю. Да, скорее всего, что-то с интернетом. Так вот, на бонусных матрицах сегодня остановимся более подробно, потому что я знаю, что есть те, кто в них не разобрался до сих пор. На самом деле, это очень хороший способ заработка, именно быстрых денег. Дальше. В системе предусмотрено автоматическое создание клонов, цель которых принести доп. доход, помочь своим партнерам и ускорить процесс заработка в системе. Эта штука очень хорошая. Клоны и переливы – это отличная штука, которые помогают как вам, так и вашим партнерам двигаться. Единственное, что я могу сказать по поводу клонов. Не стоит на них только надеяться, потому что есть люди, меня вот периодически умиляют такие люди в чате, которые сидят, просто спрашивают, где мои клоны, где мои переливы. Клоны – это некая помощь. Клоны и переливы – это некая помощь вашего лидера вам, закрыть ваши дыры в какой-то матрице. Но сидеть постоянно на клонах и ждать их я никому не рекомендую, потому что потом каждый клон, который вам упадет, его нужно будет закрыть. Об этом тоже также надо думать и понимать. Далее. По мере закрытия каждой матрицы автоматически идет распределение денег, заработанных в ней, на создание клонов, реферальное вознаграждение, выплату и переход в следующую матрицу. То есть здесь самый большой плюс нашего матричного маркетинга – мы получаем деньги после каждой матрицы. Есть такие матричные маркетинги, где, к примеру, вы закрыли матрицу, вам начислились деньги, вы их не получили. Они вам вроде бы начислились, но вы их не получили, потому что все эти деньги ушли на открытие следующей матрицы. Я это называю, как просто циферка была нарисована в кабинете, да, допустим, там 4 тысячи вы получили, а вы их не можете вывести, потому что матрица следующая открылась. Так вот, у нас, в нашем маркетинге, все распределено очень грамотно. Вы и в следующую матрицу перейдете, и клоны у вас создадутся, и выплату вы получите, и получит выплату ваш курат. Скажите, пожалуйста, по данному, так скажем, вводному слайду понятно ли все? Я буду спрашивать это постоянно, чтобы новички более-менее втягивались и какую-то обратную связь мне давали вообще. Понимают ли они примерно, куда они попали? Давайте мне плюсиками, все ли ясно? Так, всем все понятно. Так вот, это была такая некая вводная часть, чтобы вы примерно поняли, как мы работаем, как строится наша работа. Сразу скажу, что, конечно, в матрицах больше всего зарабатывают активные партнеры. Да, здесь есть возможность зарабатывать и пассивщикам. Вы можете просто сидеть на переливах, вы можете просто сидеть на клонах от вышестоящих, но вы должны понимать, что двигаться, конечно, вы будете не так быстро, как активные партнеры. Соответственно, если вы хотите зарабатывать много денег, то нужно, конечно, приложить какие-то усилия. Но, как я и сказала, пассивные люди здесь также могут иметь доход. Об этом мы поговорим чуть позже. Даже не то, что пассивные люди. Если вы новичок, к примеру, только пришли в компанию, вы еще не умеете зарабатывать деньги, у вас не получаются посты, а вы все равно будете получать деньги, рано или поздно до вас дойдет очередь эклонов и переливов. То есть вы не останетесь в нуле, вы не останетесь в потере, вы все равно деньги отобьете и выйдете в плюс рано или поздно. Звук фонит. У всех фонит звук? Что-то я не знаю сегодня, что-то у всех со звуком, у нас видео у меня, потому что не фонит ничего, и мне, в принципе, все оставили, что все у нас хорошо. Давайте еще раз проверим по десяточке, все ли хорошо. Ребята, если прерывается, ну, скорее всего, реально у вас что-то с интернетом происходит, потому что у меня звук на максимуме, у меня ничего не фонит, динамик работает великолепно. Я думаю, потом, скорее всего, посмотрите в записи, если что-то у вас с сетью, почему-то на у вас не ловит, честное слово, даже не знаю. Итак, давайте теперь перейдем к основной части, в принципе, с целью чего я и затевала данный вебинар, чтобы вы понимали наше преимущество перед другими матрицами. Итак, первое. Первое, что можно сказать, в матрице есть несколько уровней. Я думаю, те, кто смотрел маркетинг, уже поняли, что у нас есть несколько уровней матриц. То есть каждый человек вправе выбирать, на каком уровне он хочет работать. Позже мы эти уровни еще более подробно разберем. Если вам нравится, к примеру, работать на первом уровне Амбер, который состоит из четырех матриц, пожалуйста, вы можете работать там и не переходить на следующий уровень. Здесь нету, так скажем, обязательного вкладывания денег в следующую матрицу. Если вам нравится и вас устраивает тот доход, который вам приносит этот уровень матриц, пожалуйста, работайте там. Когда вы будете, вы и ваши партнеры, готовы перейти на следующий уровень матриц, пожалуйста, вы сможете туда перейти, но вас никто не обязывает это делать. Так же, как самая высокая матрица Руби, да, никто не обязывает вас туда переходить. Если вы понимаете, например, что на данном этапе ваши партнеры, к примеру, туда перейти не готовы, или вы пока там не готовы туда перейти, не заработали, например, эту сумму денег, чтобы туда войти, или потратили деньги, уже заработанные на какие-то свои нужды, ведь все мы приходим в интернет, чтобы залатать какие-то свои дыры, свои кредиты, поэтому на самом деле не всегда у нас получается, да, отложить какую-то сумму денег, чтобы потом перейти в более высокую матрицу. Поэтому вас никто не обяжет. Ваши деньги у вас на счету никто не заморозит на то, чтобы вы потом перешли в эту матрицу, как это делается в других проектах. Когда деньги заработали, они заморожены для того, чтобы вы перешли в следующую матрицу. Здесь с вами никто такого не сделает. Вы работаете там, где вам комфортно. Вы работаете в том темпе, в котором вам комфортно. И поверьте, это огромное преимущество. Потому что, как я уже повторюсь, да, я работала в одном матрищном проекте, где вроде бы у меня начислены деньги в кабинет, вроде бы я проделала какую-то работу, я хочу получить свои заработанные 800 евро, а я их не могу получить, потому что они ушли на открытие следующей матрицы. А если я не хочу в ней работать, вот мне нравится работать на низкой матрице, у меня как бы никто не спросит, хочу ли я этого, не хочу ли я этого. Деньги начислены были, деньги ушли на открытие. Все. Поэтому одно из первых преимуществ это несколько уровней матрицы. Я считаю, что это было очень грамотное решение создать именно такой маркетинг, чтобы опять-таки, как я и говорю, у любого человека с любым кошельком была возможность зарабатывать в матрицах. Дальше. Второй очень большой плюс. Здесь сделано щедрое кураторское вознаграждение. Я думаю, никто не будет спорить, что кураторы, которые строят команды, которые проводят работы со своими командами, все-таки любая работа должна оплачиваться. И работа куратора, я считаю, она также должна оплачиваться очень хорошо. И здесь первый раз, когда я увидела маркетинг, и когда я увидела вообще, какие деньги здесь получают кураторы со своих лично приглашенных людей, я на самом деле очень удивилась, потому что деньги действительно получаются очень и очень хорошие. То есть я считаю, что действительно работа куратора должна вознаграждаться. И здесь вознаграждение кураторы получают очень хорошее. То есть кураторы замотивированы в том, чтобы их команда росла, чтобы их люди активно работали. И это действительно очень хорошая денежная мотивация. Думаю, те, кто уже получал кураторские деньги и видел какие-то деньги, они поняли, что маркетинг действительно прописан очень хорошо. Третье преимущество – это бонусные матрицы. Как я и говорила, мы на них остановимся более подробно. То есть бонусные матрицы, что это такое? Это практически моментальный заработок. Это быстрые деньги. Это, так скажем, очень быстрые деньги. Чуть позже я подробнее расскажу вообще, как эти быстрые деньги можно получать, с какой суммы можно начать. И, в принципе, получать их можно до бесконечности. Четвертое наше большое преимущество – у нас матрица неделящаяся. Скажите, пожалуйста, здесь есть такие, кто вообще разбирается в понятиях делящиеся, неделящиеся матрицы? Есть ли такие, кто хочет об этом узнать? Потому что тема на самом деле очень важная, и все должны понимать вообще, в какой матрице мы работаем. Так вот, матрица у нас неделящаяся. Это огромный плюс перед другими матричными проектами. И последнее – это быстрые деньги. То есть вернуть свои деньги вы можете уже буквально после третьего человека в вашей матрице. Это на самом деле очень быстрые деньги. Потому что в других матричных проектах свои деньги вы можете получить либо, когда вы там дойдете до определенной матрицы, и в вашей команде будет определенное количество людей, либо после закрытия всей матрицы. Согласитесь, все мы пришли сюда за деньгами, за хорошими деньгами, за быстрыми деньгами. То есть те, кто мне рассказывает в интернете, пытаясь навязать, что я пришла за стабильностью, за стабильностью я отвечаю, что я могу ходить на работу каждый день с 9 до 6, у меня учительский диплом, у меня курсы менеджера по продажам, вот туда я могу ходить за стабильностью. В интернет я пришла за деньгами. Поэтому те, кто мне впаривают стабильность, я их как бы сейчас отправляю очень далеко. Я говорю, пожалуйста, вот у вас стабильные ваши матричные проекты, в котором вы стабильно не зарабатываете. Ну, пожалуйста, а я сюда пришла за деньгами. Я думаю, большая часть людей, которые вообще пришла в интернет, мы сюда пришли с вами за деньгами, чтобы покрыть наши какие-то с вами дыры кредитные. Так вот, теперь давайте перейдем и более подробно будем рассматривать все эти преимущества. Итак, первое. Как я уже сказала, у нас существует несколько уровней матриц. На самом деле их три. Первый уровень – это матрицы Amber. Второй уровень – это матрица Emerald. И третий уровень – это матрица Ruby. Теперь давайте подробно рассмотрим, как мы можем работать на каждом из уровней. Начинаем мы в любом случае с 400 рублей. Каждая матрица, как вы видите, состоит, каждый уровень состоит из четырех матриц. То есть, допустим, берем мы уровень Amber. Мы начали с 400 рублей. Закрыли матрицу. Автоматом перешли в 800. Закрыли автоматом, перешли в 1600. Закрыли, перешли в 2500. Здесь внимание. Когда вы закрыли матрицу Amber 2500, вы автоматически ринвиснулись опять в матрицу 2500. То есть, вы не переходите на следующий уровень Emerald. И для тех людей, кто, в принципе, считает достаточным доход на уровне Amber, может вот так вот по кругу постоянно зарабатывать в матрице Amber. То есть, ваш основной аккаунт, допустим, прошел все четыре матрицы, реинвестнулся опять в 2500. И все клоны, которые были созданы, они также будут проходить все эти четыре матрицы, закольцовываться и опять реинвестироваться в 2500. Я считаю, это очень хороший шаг, это очень хорошее решение. То есть, здесь человек принимает решение. Либо он крутится на этом уровне, либо он уже готов перейти на следующий. А то же самое происходит в матрице Emerald. Вы начинаете с 4000, потом переходите в 8, 16, 25. 25 закрыли, ринвиснулись в 25. И, в принципе, также можете остаться работать на этом уровне. То есть, на каждом уровне происходит некая закольцовка. Матрицы закрылись, уровневые матрицы закрылись. Реинвест. И можете, пожалуйста, продолжать работать на этом уровне. Также происходит в матрице Ruby. Кто готов туда войти, конечно, там деньги совершенно другие. Я думаю, что со временем все люди, которые закроют уровень Emerald, они захотят перейти в матрицу Ruby, потому что там, ну, действительно, там очень щедрые вознаграждения и для партнеров, и для кураторов. То же самое. Зашли в Ruby, прошли все 4 матрицы, ринвиснулись. Скажите, пожалуйста, все ли понятно по уровням? Потому что тоже возникали вопросы. Вот я закрываю 2500, перехожу ли я автоматически там в матрицу Emerald за 4? Нет. Автоматически вы не переходите. Автоматический переход происходит только по уровням. В матрице Amber по уровням да. Вы автоматом перешли в 800, в 1600, в 2500. Да, здесь полный автомат. Но если вы хотите перейти дальше, чтобы перейти в уровень Emerald, вам нужно купить матрицу за 4000. В принципе, поверьте, что когда вы закроете матрицу Amber и не раз, да даже с первого раза, вам хватит денег, чтобы купить матрицу Emerald, и даже не одну. Поэтому большая часть людей, которые у меня заходили и планировали работать только на Amber, когда они увидели эти бонусы, которые им прилетели, конечно, не сказали, что мы пойдем дальше и врубим, и потом пойдем обязательно. А вот тут вы видите, я это делала скрины из своего личного кабинета. Я, то есть уже буквально за недельку с небольшим, я дошла до Emerald на 16 тысяч. Я считаю, что довольно скоро я его уже закрою. У меня откроется матричка за 25, и когда она открывается, у меня уже станет доступна матрица Ruby. То есть если я захочу, соответственно, я прокуплю первую матрицу Ruby за 40 тысяч. А я, конечно, это захочу сделать. Поэтому первое преимущество, когда вы с кем-то разговариваете, обязательно первую фишку называйте, что у нас несколько уровней матриц, что меня никто не обязывает переходить в матрицу выше. Если я заработала там свои кровные 4 тысячи, я хочу их вывести. Я не хочу, чтобы система автоматически там пускала их, допустим, на матрицу Emerald. Я ее куплю тогда, когда посчитаю нужным. И поверьте, люди, у которых маркетинг другой, которые с этим не сталкивались, у них будут квадратные глаза, потому что, как правило, их никто не спрашивает. Хотят они идти в матрицу выше, не хотят они идти в матрицу выше. Все как бы автоматически вы туда идете, ребят. А то, что вам нужны ваши заработанные деньги, в принципе, никого не интересует. Поэтому по уровням, я думаю, я понятно все объяснила. Особенно меня интересует, чтобы все поняли новички. Старички, которые уже в матрицах разобрались, я думаю, им и так все понятно. Меня интересуют, конечно, новички. Так, ребята, я вижу, что вопросы какие-то идут. Давайте отложим их на конец вебинара, чтобы я сейчас не отвлекалась на вопросы. А сначала дала вам информацию, а потом уже в конце вебинара я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Так, с первым преимуществом разобрались. Дальше. Второе, как я и говорила, очень большое преимущество – это кураторское вознаграждение. Да, это те деньги, которые мы получаем как кураторы за наших партнеров. Кураторское вознаграждение здесь очень шикарное. И на каждом уровне как бы оно свое. Цифра на самом деле очень похожа, но на каждом уровне прибавляется в них один новик. И цифра становится очень и очень хорошая. Так, теперь давайте рассмотрим, что по цифрам. Да, в матрице Амбер за прохождение всей матрицы вашим партнером вы как куратор получите 3100 в общей сумме с одного человека. Ну, то есть, допустим, это я что посчитала? Вот начал у вас партнер работать за 400, да, прошел он все матрицы, дошел до 2500, закрыл ее. И за эти 4 матрицы в общей сумме вы получили 3100 как куратор с одного человека. А теперь представьте, сколько у вас человек пройдет матрицу Амбер, сколько человек закроется, ринвичнется. Для чем? Если у этих людей прокуплен не один аккаунт, а треугольник, а, как правило, все люди заходят на треугольник, потому что это очень выгодная стратегия. Вот умножьте просто эту цифру на то, сколько у вас партнеров. Я думаю, что сумма получится очень и очень внушительная. В Эмеральд то же самое, только добавлен один нолик. 31 тысяча в общей сложности за прохождение всей матрицы. Ну, и в Руби, соответственно, еще один нолик мы дописываем, получается 310 тысяч. Ни в одной компании, в которой я работала и маркетинг, который я смотрела, таких кураторских денег я не видела. То есть куратор, по сути, что? Ну, куратор, ну, собирает команду, ну, проводит обучалки, проводит какие-то вебинары. И что он там получает? Ну, допустим, партнер получил там 100 тысяч, а куратор, как куратор, он получил 5 тысяч. Ну, согласитесь, немножечко разница большая, да, особенно это становится обидно, если ты там взял новичка, проделал с ним огромнейшую работу, просто за руку его провел, и куратор получил пшик. Это на самом деле обидно. Здесь же вознаграждение построено таким образом, как я еще раз повторюсь, что кураторы просто замотивированы работать со своей командой. Ну, нам не выгодно, если наши люди будут просто как рыбки мертвые лежать, ничего не делать. Нам выгодно, чтобы наши люди были активными. То есть для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы кураторы со своими командами работали. Я думаю, ни для кого не секрет, что есть такое понятие, как куратор, а есть такое понятие, как рифовод. То есть, как правило, это человек, который набрал себе кучу людей где-то, завел, что-то там с них получил и просто бросил. Это называется рифовод. А куратор – это человек, который команду собрал, который за каждого человека, в принципе, болеет, старается помочь, переживает. Но, опять-таки, как я всегда говорю всей команде, да, у меня вас много, поэтому не стесняйтесь никогда задавать вопросы первые. Потому что мне, например, пройтись по каждому из двухсот человек своей команды с вопросом, все ли у тебя хорошо, физически не хватает времени. Поэтому для партнеров, говорю, не стесняйтесь задавать вопросы вашим кураторам. То есть, поймите, что вас у нас очень много. Бывает завалена личка, бывает не хватает времени ответить на какие-то вопросы. Бывает, не люди пишут там по пять, по семь раз, просто уже знаки вопроса ставят. И я понимаю, что, блин, я забыла ведь на человеку ответить. А я извиняюсь и просто говорю, что действительно личка завалена, я не успеваю. Поэтому есть очень хорошее выражение – куратор достается тому, кто достает. То есть не бойтесь доставать ваших кураторов, чтобы они вам помогали. Куратор и спонсор ничем как бы не отличаются. В какой-то компании это называется спонсор, в какой-то компании это называется куратор, где-то это называется лидер. По сути, смысл один и тот же. Главное, чтобы не рифовод. А так как вы можете по-разному называть человека, да, наставник. Ну, без разницы, как вы будете называть человека, который вас привел в бизнес, помог освоиться, подсказал, там, я не знаю, провел с вами различные обучающие какие-то мероприятия. По-разному можете его называть. Главное, чтобы вы не попали в лапы рифовода. На самом деле, конечно, отличить на начальном этапе, наверное, очень тяжело. Рифоводов у нас очень много. Но, как правило, рифоводы сидят в каких-то таких, знаете, пассивных проектах. Они у нас диванные эксперты, они не любят работать. Они любят зайти в какой-нибудь проект, который дает там 3-5% в день, загнать туда кучу людей, снять с них бабок и свалить. Ну, поэтому в таких матричных проектах, как правило, рифоводов практически нет. Они не любят работать. Так, скажите, пожалуйста, по кураторским вознаграждениям доступно ли все? Я объяснила, как наше преимущество. Я думаю, что суммы, которые вы раньше не видели, или если вы не подсчитывали все вместе, я думаю, что вас замотивировали на работу со своей командой. Партнеров, я думаю, я убедила почаще задавать вопросы кураторам. Не обижаться, если вдруг куратор вам не ответил с первого раза. Ну, такое действительно, ребят, бывает. Задолбали сравнивать нас с пирамидами. Ну, вы понимаете, я вообще, на самом деле, я не понимаю, что плохого в слове пирамида. Вот мне когда говорят, что это пирамида, вот это пошло с 90-х годов. Я понимаю, если бы ищу человека, мама моя, которая под 70, она мне говорит пирамида, но потому что она застала мавроди, потому что вот тогда это всё было пирамида. А сейчас, когда мне человек говорит, что пирамида, а я задаю ему встречный вопрос, а что такое пирамида? И, как правило, человек мне не может ответить, потому что у человека понимания нет, он просто вот где-то слышал, что пирамида – это плохо, а когда ему начинаешь рисовать, в принципе, устройство любого государства, любой наёмной работы, да, в принципе, устройство чего угодно, и порисовывается пирамидка. Я в своё время наткнулась на логотипы разных банков, в интернете такая интересная картинка была, и, в принципе, практически у всех логотипов в рисуночке есть пирамида. Поэтому я вообще не понимаю, что плохого в этом слове. Вы просто задаете человеку встречный вопрос, что такое пирамида? Ну, в твоём понимании, что такое пирамида? Я думаю, что, как правило, он вам не ответит. Это говорят те люди, которые не хотят работать в интернете, которые пытаются вот всё это смешать с грязью, которые вот пришли там в 20 лет после окончания института в найм на одну работу и проработают там до конца жизни. Даже если зарплата их не будет устраивать, они будут там работать. Поверьте, у меня в окружении есть такие люди, и когда им говоришь, слушай, вокруг как бы зарплат хватает выше, возможностей больше, почему ты не уйдёшь? Зато стабильно, отвечают мне. Зато моя компания стабильная. Зато вот моя компания вот на рынке существует уже давно, и я знаю, что она будет существовать. А то, что я получаю там, я не знаю, 1035-40, ничего страшного, зато стабильно. Поэтому с такими людьми просто, ну, во-первых, надо попытаться выявить их боль. И, возможно, они были в каком-то хайповом проекте, потеряли деньги. Это откуда-то у человека идёт. Потому что я когда пришла работать в интернет, в принципе, у меня первый мой проект был проект Кэшбэри. Я тогда вообще свято верила, что там микрозаймы и все дела. У меня вообще не возникало вопросов, а пирамида ли это. У меня не было просто таких понятий. Я знала, что я пришла в интернет за деньгами. А пирамида это, куб, не знаю, ещё что-то. Мне было всё равно. Мне было главное, что здесь есть возможность поправить моё финансовое положение. Поэтому если, например, вы видите, что человек как потенциальный партнёр вам нравится, ну, постарайтесь выявить действительно его боль, понять, откуда это идёт. Возможно, действительно он где-то попал на хорошие деньги. Всякое может быть. Или просто человек не хочет работать, выустраивает его жизнь, его доход, жить от зарплаты до зарплаты. Ну, всякое бывает. Ну, это вот такой мой совет. Потому что в любом случае, когда вы общаетесь с любым человеком, когда идут какие-то возражения, нужно понять, откуда они идут. Либо человек обижен на весь мир, и он где-то деньги потерял. Тогда с ним по одному надо общаться. Ну, либо этого человека просто нужно оставить в покое до определённого момента. Но, как я всегда говорю, если вы общаетесь с человеком в соцсетях, допустим, и вы нашли человека там, сделали ему предложение, он вам красноречиво отказал, запомните, что этот человек становится вашим наблюдателем. Даже если он вам отказал, он будет следить за вашей страницей, он будет следить за вашими постами, за вашими успехами. И когда он увидит, что спустя там неделю, месяц, кому-то требуется больше времени, что у вас всё так же стабильно хорошо, что вы всё так же стабильно развиваетесь в интернете, он к вам придёт сам. Он сам вам напишет. Вот честно, проверено и не раз. Первое, это я ещё увидела в Кэшбэре, когда вообще только начинала работать в соцсетях. Я тогда училась сама, это потом я создала свой мануал по работе в соцсетях, а тогда я сама всему этому училась, и мне было дико обидно, что вроде бы всё хорошо, а люди отказывают. А потом, когда я вижу, люди вроде ко мне обращаются, я листаю переписку и видела, что переписка шла, а мне отказали. А потом человек сам приходит и говорит, слушай, блин, я тоже так хочу. То есть вот это обязательно запомните. Если вы начали работать в соцсетях, не бросайте это дело. Продолжайте работать себе на благо, завистникам как бы тоже на радость. Это вот такой мой маленький совет. Так, ну, побеседовать можно, почему нет. Так, с кураторскими вознаграждениями мы разобрались, давайте поехали дальше. Бонусные матрицы. Я знаю, здесь есть люди, которые их немножечко не понимают, поэтому я вот такую зарисовочку небольшую сделала. Сейчас я вам буду её объяснять. Итак, давайте начнём с матрицы, с бонусной за 100 рублей. Я думаю, вы все видели, это она входит в первый уровень матриц, в матрице Амбер. Как только вы открываете матрицу основную за 400, у вас появляется возможность купить бонусную матрицу за 100 рублей. В чём её преимущество? Во-первых, она трёхместная. Во-вторых, она стоит мало денег. Так вот, смотрите, купили вы матрицу за 100 рублей. Пригласили одного человека, да, партнёр один, вот я обозначила P1, партнёр один я назвала, и на этом этапе вы уже обратно вернули себе свои 100 рублей. То есть один человек приглашённый, 100 рублей обратно у вас в кармане. Дальше. Вы пригласили второго человека, партнёр два. Вы реинвестнулись в новую матрицу за 100 рублей. На этом этапе всё ли понятно, как происходит движение? Вот сейчас конкретно, вот только на этом этапе. Дальше я вам расскажу, что происходит дальше, и кто дальше к вам будет попадать в вашу новую матрицу с реинвестом. Но я просто хочу подробно рассказать, чтобы все всё поняли. Итак, с первым человеком вы вернули свои вложенные, кровные 100 рублей. Со вторым человеком вы ушли в реинвест, и создалась новая матрица за 100 рублей. Ну, так скажем, клон ваш создался после того, как вы поставили второго человека в первую матрицу. Единственное, нужно понимать, бонусные матрицы заполняются только вашими личниками. Никаких клонов, никаких переливов от вышестоящих там нет. То есть бонусные матрицы вы закрываете только своими личниками. Дальше что происходит? Вы реинвестнулись в новую матрицу за 100 рублей. Как мы её будем закрывать? Либо можно пригласить, если у вас идёт дальше входящий поток. Также вы приглашаете двух личников. С первым личником вы опять 100 рублей возвращаете себе в карман. Со вторым вы опять реинвестируетесь в новую матрицу. Либо же ваши вот эти два партнёра, закрыв себе свои бонусные матрицы, они опять уходят в реинвест к вам, в вашу новую матрицу. То есть, по сути, что получается? Вы вложили один раз 100 рублей, и до бесконечности вы будете крутиться в этих бонусных матрицах, закрывая их и уходя в реинвест снова и снова и снова. И так может быть десятки и не один десяток раз. Скажите, пожалуйста, доступно ли это, всё ли вы поняли? То есть, бонусные матрицы – это быстрые деньги. Ну, согласитесь, это очень быстрые деньги. Одного человека пригласил, уже сотку свою вернул. Второго пригласил, ушёл в реинвест. Трёхместная матрица – это вообще очень удобная штука на самом деле. Дальше в реинвест ушёл, ты уже не вкладываешь своих денег, абсолютно ничего ты уже не докладываешь. Здесь опять либо своих дождался, либо новых пригласил. Опять сотку свою вернул, ушёл в реинвест. То есть, вы вложили один раз 100 рублей, и дальше уже не вкладывая своих кровных денег, вы автоматически при закрытии бонусной матрицы реинвестируетесь в новую матрицу за сотку и продолжаете получать деньги. То же самое происходит с вашими партнёрами. Вот то же самое. Ваш вот P1, да, партнёр один. Закрыл он свою матрицу своими людьми, опять в реинвестнулся матрицу за 100 рублей. И опять у него продолжается вот такое движение. То есть, здесь опять-таки происходит закольцовка. Действительно, вы автоматически не переходите в бонусную матрицу за 200 рублей. Если вы хотите работать там, вы её покупаете. Автоматически здесь вы реинвестируетесь в такую же матрицу за 100 рублей. Кто работает на бонусных матрицах, я думаю, вы увидели, насколько это быстро, когда у тебя постоянно, я не знаю, на счёт летит плюс 100, плюс 100, плюс 100. Как бы на таких плюс 100 можно заработать очень хорошие деньги на самом деле. А когда вы работаете на бонусных матрицах за 1000, там вообще, в принципе, очень хорошая сумма получается. Поэтому бонусные матрицы я всё-таки всем рекомендую, активным людям. А единственное, помните, что перелива в клонах здесь нет. Здесь нужно будет ставить своих живых людей. Вот это как бы единственный их, не то что минус, но их особенность. Я не могу сказать, что это минус, потому что вы сюда ставите живых людей, и в любом случае эти живые люди закроются, придут опять к вам при инвест, и вы все вместе вот так же будете крутиться и зарабатывать. Просто вот такая некая особенность бонусной матрицы. Только свои люди. Так, бонусные матрицы закрываются только вашими лично приглашёнными людьми. Ваша структура к бонусным матрицам не имеет никакого отношения. То есть, допустим, ваш партнёр может уже закрыть несколько матриц, а вы до сих пор будете сидеть в одной, потому что вы там не нашли второго партнёра для того, чтобы её сокрыть или инвестнуться. Поэтому, ещё раз повторюсь, только ваши личные люди. Ни команда, ни вышестоящие к бонусным матрицам не имеют абсолютно никакого отношения. Скажите, пожалуйста, по бонусным доступно ли всё? Я считаю, что это очень хороший инструмент заработка денег, очень быстрый инструмент для заработка денег, тем более при минимальном вложении, допустим, один раз сотку вложили, один раз тысячу вложили, и, пожалуйста, вы на выходе можете получить вплоть до 100 тысяч, если вы постоянно будете работать, вертеться в этих бонусных матрицах и будете заводить туда людей, объяснять им преимущества этих бонусных матриц. Поэтому те, кто до сих пор их не использует, я очень всё-таки рекомендую их к использованию, потому что деньги действительно быстрые. До бесконечности вы будете получать выхлоп с этих матриц. Так, на всех уровнях так, а если на более дорогие, не зайдут мои личники. Но, в принципе, смысл бонусных матриц, да, он на всех уровнях такой же. Даже если здесь будет матрица за тысячу рублей, чтобы её закрыть, вы должны позвать двух своих партнёров на тысячу рублей, чтобы ваши партнёры потом закрыли свои матрицы. Они должны позвать по два партнёра на тысячу рублей. Да, бонусные матрицы покупаются отдельно. Если правильно я поняла ваш вопрос, то как бы автоматически она у вас не создаётся. То есть вы, например, купили матрицу Амбер за 400, вам открылась возможность купить бонусную матрицу за 100. Можете покупать, можете не покупать. Здесь опять-таки, как я уже сказала, здесь нет обязаловки. Это всё на ваш выбор. Поэтому если вы хотите зарабатывать быстро, много и хорошо, покупайте. Если пока, например, не готовы или боитесь, что вы не закроете эту бонусную матрицу, не покупайте. Купите тогда, когда у вас наберётся достаточное количество личников. Но опять-таки имейте в виду, если ваш личник купит эту бонусную матрицу раньше вас, ну, соответственно, он потом будет реинвестироваться куда-то под вышестоящего. Так. Что, простите, не даётся на бонусные, не поняла вопрос. Если можете, продублируйте, пожалуйста, его ещё раз. Так, купить их можно, даже если не купишь Амбер? Нет. Сначала вы покупаете Амбер, только потом у вас открывается возможность купить бонусную матрицу. То есть бонусная матрица – это бонус. Ну, уже как бы из слова понятно, что это бонус к основной. Отдельно от основной вы её купить не можете. Она у вас будет закрыта, она у вас будет таким сереньким кружочком гореть, вы не сможете её приобрести без основной матрицы. Так, я надеюсь, что по бонусным я постаралась подробно вам всё объяснить, рассказать. Это действительно ещё одно наше очень большое преимущество, ещё одна возможность заработать очень хорошо, быстро и при самых минимальных вложениях. Ну, согласитесь, 100 рублей вообще ни о чём. На самом деле пачка сигарет стоит дороже на сегодняшний день. Так, переходим к самому интересному. Я в своё время очень долго с этим разбиралась. Переходим мы к делящимся и неделящимся матрицам. Я тут всё зарисовала, сейчас я вам всё это буду подробно рассказывать. Итак, сразу скажу, что мы с вами работаем в неделящейся матрице. Чтобы вы все сразу понимали, прям где-то, не знаю, если вы не знакомы ещё с этим, отметьте это себе, что мы работаем с вами в неделящейся матрице. Начнём мы разбор с делящихся. Итак, если кто-то в них работал, я думаю, информация будет не новая. Если никто никогда с ними не сталкивался и вам предлагают перейти в проект с делящимися матрицами или вы хотите забрать человека из делящихся матриц, будете знать, что это такое. Ну, если для вас не новая, я думаю, что здесь найдутся люди, которые не понимают, что это такое. Так вот, в делящихся матрицах вы никогда не станете во главе стола. То есть, когда вы заходите в делящуюся матрицу, вы окажетесь вот здесь, в нижней линии. Вот я отметила вы. Над вами вы будете видеть вашего вышестоящего спонсора. Над ним, возможно, будет ещё стоять спонсор. То есть, для меня, на самом деле, это всегда была загадка, когда я пришла работать в золото. Почему я стою внизу? Я же вот вроде зашла, это моя матрица, значит, я должна стоять наверху. А оказывается, нет. То есть, я сразу становлюсь вниз. Что происходит дальше? Дальше происходит очень интересная вещь. То есть, над вами стоит спонсор, да? И с правой стороны может оказаться какая-то параллелька. Либо его вашего стоящего спонсора, либо его параллелька. Ну, то есть, команды там перемешиваются. Вы можете оказаться в одном столе вообще с параллельной структурой, которая будет двигаться. Либо быстрее вас, либо медленнее вас. Хуже, конечно, не могу сказать, что хуже, либо быстрее, либо медленнее. И в обоих случаях, на самом деле, очень фиговый расклад вообще оказаться в делящейся матрице. Итак, допустим, зашли вы в какую-то компанию, а над вами стоит ваш ваш состоящий спонсор. И вот эти места, которые у меня отмечены 2.34, они еще не заняты. То есть, здесь еще людей нет. Что происходит? Допустим, у вас уже есть структура, которую вы уже готовы были бы поставить, но поставить своих людей вы сюда не можете, потому что под вами нет мест. Матрица не разделена. То есть, вот все, что вы видите, это вот матрицу. Вы стоите в нижнем ряду, рядом с вами пустые ячейки, которые нужно заполнить, чтобы матрица разделилась. И только тогда под вами появятся две пустые ячейки. Чем это чревато? От вас просто будут уходить люди, потому что неизвестно, сколько будет заполняться эта матрица. Вот этими 2.34, сколько люди будут ставить сюда людей, вообще неизвестно. Нет, на данный момент про праймерс я не рассказываю. Я рассказываю это на основе того, что я была в золоте. Я там первый раз столкнулась с делящимися матрицами. И вот тогда я действительно встряла, потому что у меня просто уже люди задавали вопросы, а когда мы встанем? А встать мы не могли, потому что матрица не разделилась. И люди просто начали уходить. А когда мне как бы мой наставник говорил, ну слушай, ну ты же можешь поставить людей вот сюда? Я говорила, простите, а я поставлю людей вот сюда, на эти места. Эти люди потом уйдут вам, либо параллельной структуре, то есть матрица разделится, и эти люди от меня уйдут. Они не будут дальше идти со мной, они не будут толкать меня. Они уйдут в параллельную структуру. То есть первое, чем чревата делящаяся матрица, если, например, вы активный человек, оказались, допустим, в матрице с неактивными людьми, вы будете терять людей. Вы потеряете и деньги, возможно, потому что вы будете там сидеть до тех пор, пока вот этот нижний ряд не заполнится и матрица не разделится. Дальше, допустим, каким-то чудом эта матрица разделилась, вы оказались уже в столе с вашим спонсором и его человеком. В принципе, ситуация повторяется. Допустим, вы поставили своих людей 5-6, а вот этот второй человек не может поставить людей. Что происходит опять? Опять, в принципе, то же самое. Вы сидите и ждете, пока эта матрица разделится, чтобы вы дальше могли продолжать свою работу. То есть минус на минусе. Во-первых, долгое ожидание. Во-вторых, чтобы закрыть матрицу, вам нужно в два раза больше действий провести в делящейся матрице, чем в неделящейся. То есть, видите, я даже отметила здесь количество людей. Итого, чтобы вам закрыть свою матрицу, вот только свою, чтобы, вот видите, последняя вот эта красная черточка, где я вот слово «вы» отмела влево, да, вот с числами уже 9, 10, 11, 12. Чтобы закрыть делящуюся матрицу, нужно иметь 12 человек. То есть в два раза больше действий вам нужно сделать, чтобы закрыть делящуюся матрицу. Это раз. Во-вторых, не надейтесь на какие-то переливы от спонсора. Никто вам не будет лить своих людей, потому что спонсору это, в принципе, невыгодно. Потом матрица разделится, и его люди, например, если бы он вам их поставил, они бы ушли к вам. То есть они будут толкать вас, а не его. Поэтому, кроме как словесной помощи, вы от спонсора не получите больше помощи никакой в делящейся матрице, никаких переливов, никаких клонов. В принципе, ничего вы получать не будете. Если вы вдруг застряете, ну, допустим, не можете вы найти двоих людей, вам никто не поможет, вы никак уже не выберетесь, вы будете сидеть до тех пор, пока вы в свою матрицу не поставите вот эти там два, так скажем, обязательных человека. Скажите, пожалуйста, понятны ли все минусы делящихся матриц? И, кстати, самый последний минус в делящейся матрице, деньги вы будете получать только после закрытия всей матрицы. То есть только когда закрылся весь вот этот вот нижний ряд, например, вот 2, 3, 4, только тогда человек, который стоит во главе матрицы, получит деньги. Сколько этот нижний ряд будет заполняться, одному богу известно на самом деле. У меня в золоте, из которого я вышла с потерей в минус 500 тысяч, до сих пор финишный стол не закрыт, до сих пор туда никто не становится, потому что как бы я перестала там работать, меня благополучно там заткнули мультиаккаунтами, чтобы я не мешалась. То есть вот еще, если вы окажетесь вдруг в одном столе со структурой, которая будет двигаться быстрее вас по каким-то причинам, что может сделать ваш состоящий спонсор? Он может прокупить мультиаккаунт, заткнуть вас этим мультиаккаунтом, то есть вам нужно будет еще больше людей потом найти, чтобы закрыть свою матрицу. То есть он сделает все для того, чтобы стол разделился быстрее, чтобы ту структуру отпустить, а вы, в принципе, вот так останетесь сидеть у разбитого корыта с потерянными деньгами. Как правило, очень много людей, изделяющихся матриц, выходит в минусе. Именно потому, что работа построена вот так вот. Но я считаю, эти матрицы уже и жили себя в принципе. Может быть, в свое время когда-то этот маркетинг был хорошим. Но на данный момент, когда появились неделящиеся матрицы, я никому не посоветую лезть в делящиеся, потому что ни единого плюса я там не увидела. Дальше. Мы работаем с вами в неделящихся матрицах. Я думаю, все вы увидели, когда вы встаете в матрицу, вы становитесь сразу во главе стола. То есть понятно, что над вами есть где-то вот там наверху спонсор, над ним еще там спонсор, еще какие-то люди, но вы их не видите. Вы не зависите от их команды, вы не зависите от их движения абсолютно никак. Вы оказались в своей матрице, и вы спокойно работаете в том режиме, в том темпе, который вам комфортен. Вас никто не будет подгонять, никто не будет названивать, что там давай быстрее ставь людей, у меня параллельная структура уже копытом бьет, надо матрицу разделить. Нет. Вы зашли, вы спокойно работаете, вы расставляете людей, абсолютно спокойно как бы делаете переливы и все остальное. Как бы вы работаете, вы зашли, вы работаете со своей командой. Все. Никого больше нет. Вот никого больше. Вы ни от кого не зависите. И плюс ко всему в неделящейся матрице, когда мы с вами получаем деньги, когда вот на первое место в нижнем ряду становится человек. Это огромный плюс. То есть буквально три человека в вашей матрице, вы уже получили какую-то денежку. Я считаю это очень хорошо, потому что когда человек увидит даже первые 400 заработанные рублей, это на самом деле очень стимулирует, когда человек видит какое-то реальное движение, реальное движение, реальные деньги. Не то, что там когда-то ты получишь эти деньги, там, не знаю, пройдешь три матрицы, получишь деньги. Нет. Здесь ты, по сути, провел какую-то работу, вот, тебе начислились деньги в кабинет, ты можешь их благополучно выводить. Вот эти различия, ребят, надо понимать. Потому что те компании, которые сейчас стоят на рынке, с которыми я сейчас проведу аналогии, они работают именно по принципу делящихся матриц, где нет никакой помощи, где нет никаких переливов, где нет никаких клонов, где, в принципе, ты сам за себя. Я не знаю, почему называют там все это командной работой. Командной работы там, по сути, вообще нет. Абсолютно нет никакой командной работы. Единственное, наверное, там командная работа заключается там вечером все вместе собраться, посмеяться над каким-то анекдотом, обсудить фильм. Разве что в этом. Командная работа, я считаю, когда ты своей работой можешь помогать своей команде. Когда я своей работой могу давать переливы людям, у которых не получается работать. Когда я своей работой могу людям отдавать клонов, потому что у людей я вижу, что там, не знаю, там одно местечко, и человеку упал клон. На самом деле это очень хорошо. Вот это командная работа. Именно в неделящихся матрицах происходит командная работа. В неделящихся, ну, происходит на самом деле бред, происходит потеря денег, и люди выходят из неделящихся матриц, реально озлобленные на матричный маркетинг. Я на самом деле, когда вышла из золота, я вообще, я думала, что весь матричный маркетинг строится именно вот по такому принципу, именно по принципу неделящихся матриц, Но на самом деле я ошибалась, потому что существуют еще вот такие хорошие неделящиеся матрицы, в которых мы работаем. Так, ни переливов, ни отливов. Ну, вы знаете, об этом я говорила в самом начале, что переливы и клоны – это, так скажем, некий дополнительный плюс, некая помощь. Но сидеть и ждать чисто переливов, во-первых, не стоит. Во-вторых, ну, узнайте у своего, например, вышестоящего лидера, в какой линии вы стоите и когда до вас дойдут переливы. А если вы изучали маркетинг, я думаю, вы должны знать, что переливы идут сверху вниз, слева направо, заполняются по линиям. Узнайте, в какой линии вы стоите. Узнайте, когда вам можно ждать либо ближайший перелив, либо ближайший клон. Просто поддерживайте связь со своим вышестоящим партнером, и он вам все подробно расскажет, когда и чего вам ждать. Так, по поводу маркетинга, Маргарит, если у вас есть спонсор или человек, который вас пригласил, вы попросите у него, в любом случае у каждого человека на сегодняшний день есть и PDF-файл, и ссылка на видеомаркетинг. Поэтому попросите у него. Если такового нет, то задайте мне вопрос в личку, я вам все это отправлю. Так, если не получается пригласить, так и не дождемся ничего. В смысле ничего не дождемся. По поводу переливов и клонов я сказала, что они от вышестоящих идут, но идут по очереди. Узнайте у вашего вышестоящего человека, в какой линии вы стоите, когда до вас дойдут ближайшие клоны. Вот это все, что я вам могу посоветовать на сегодняшний день. Клоны и переливы доходят до каждого. Но до кого-то раньше, кто стоит ближе, до кого-то позже, кто стоит дальше. Матрицы здесь неуправляемые вручную. То есть ваш, например, вышестоящий спонсор не может кому-то перелив дать, кому-то не дать, кому-то клона поставить, кому-то клона не поставить. Система их расставляет автоматически сверху вниз, слева направо. Поэтому они достанутся абсолютно всем по очереди. Просто уточните, скажите, наставник, я вот переживаю, я там, например, стою уже у тебя неделю, когда мне ждать для тебя хоть какой-то там помощи в виде перелива. Наставник открывает свою матрицу, смотрит, что у него происходит в матрице, где вы у него стоите и отвечает вам на этот вопрос. На самом деле все просто. Так, я думаю, с делящимися и неделящимися матрицами я все постаралась подробно объяснить. Вы теперь знаете, чем апеллировать в диалоге с человеком, который рассказывает вам про делящуюся матрицу. Вы можете ему рассказать все плюсы у нас и показать все минусы там. Я как бы не могу сказать, я никогда не говорю, что чей-то проект плохой, чей-то маркетинг плохой. Нет. Но это, знаете, вот как была технология в свое время хорошая, но вышла технология более лучше, так почему бы ей не воспользоваться, да? Я когда училась в школе, у меня там был телефон Моторолы, это вообще был предел мечтаний, там и полифония была, и картинки крутые, цветные были. Время прошло, Моторолы больше нет. Нужно понять, что есть телефоны сейчас лучше, качественней. Так почему бы тогда не воспользоваться более качественной моделью работы? Поэтому, ну, в принципе, можно отвечать вот так. Так, так, так. Так, вроде на все вопросы ответила, на которые мне задавали. Так, по поводу моих контактов в конце вебинара я их дам, поэтому, как я уже говорила, новички, которые здесь вообще бесхозные, которые боятся, вообще не понимают, куда они попали, обязательно постучитесь потом ко мне в личку, мы с вами пообщаемся. Так, теперь перейдем к самой интересной части. Я на эту часть сегодня потратила очень много времени и вот подготовила такое сравнение, как я и говорила, да, на основе той компании сначала, в которой я работала. То есть я могу дать вам такой взгляд изнутри, потому что до сих пор по интернету еще золото ходит, и люди рассказывают, как там круто, показывают какие-то нереальные чеки, то есть, как я называю, это вот суммы, которые были начислены в кабинет, но которые люди не вывели, потому что там они ушли на открытие матриц. Мне до сих пор тоже стучатся еще люди, которые не листали мою страничку, зовут меня в этот бонус, поэтому я вам рекомендую это сохранить, а не для того, чтобы там рассказывать, что ваша компания плохая. Нет, чтобы вы знали наши преимущества перед этой компанией. Я думаю, скажите, пожалуйста, есть вообще люди, которые либо там работали, либо которых туда звали, а вы, например, не знали, что ответить, потому что не знаете маркетинг той компании. Я думаю, что такие, скорее всего, есть. Ну вот, Вера написала, да. Такие люди, скорее всего, есть, потому что золото до сих пор очень активно гуляет по интернету, несмотря на то, что на самом деле даже крупные лидеры оттуда выходят, потому что уже они поняли, что баблосбор закончился, и никто уже не ведется больше туда, они просто по-тихому выходят из АТ-бонуса. Типа, я решил попробовать себя в новом проекте, а на самом деле люди ко мне больше не идут. Ну, соответственно, для этого есть какие-то свои определенные причины, потому что если компания так стабильно, как все показывается, то люди бы оттуда не выходили. Так вот, давайте проводить такой некий анализ, такое некое сравнение. Я уже сказала, чтобы вы просто знали наши преимущества. Итак, что могу сказать? У нас минимальный вход составляет 400 рублей. Именно столько стоит первое место. В нашей матрице в АТ-бонус минимальный вход составляет 225 евро. Именно столько там стоит место в первой матрице. То есть если перевести в рубли, это порядка 18 тысяч рублей. Ну, на сегодняшний день, что я могу сказать, что даже не все люди готовы потратить такие деньги на матричный проект. На самом деле это действительно много. А еще с учетом того, что первую выплату ты там увидишь довольно нескоро, о чем я вам сейчас расскажу, то это реально много. То есть первые деньги у нас вы получаете после третьего человека в матрице, как я уже рассказала. Там первые деньги, первые вот на руки, на ли, которые ты можешь вывести, вы получите после прохождения трех матриц, только после того, как в вашей команде будет 32 человека. То есть на сегодняшний день, когда у меня в команде было 32 человека, мой чек составил порядка 150 тысяч. Там при команде 32 человека вы получите 800 евро. Замечательный расклад. С учетом того, что еще до третьей матрицы не факт, что вы дойдете. Далее, как я уже сказала, матрица у нас не делящаяся, там делящаяся. У нас есть переливы и клоны, которые вам помогают в движении, помогают затыкать дыры. Там этого ничего нету. Здесь, как я сказала, при команде 32 человека, средний чек это 100-150 тысяч, там это 800 евро. Спонсорских бонусов там нет. Там есть только бонусы по закрытию матриц. У нас это все есть. И если у нас ты не можешь никого пригласить, то тебе помогут переливы и клоны от спонсора. Там, если ты не можешь никого пригласить, ну, будь добр, попрощайся со своими деньгами, потому что в матрице ты застрял. К сожалению, как бы это реальность. В свое время, недостаточно разобравшись в этом проекте, как бы я туда решила влезть. Как я и сказала, моя потеря там составила 500 тысяч, причем мой куратор решил недавно мне написать и позвать меня в какую-то свою новую фигню, куда он опять предлагает вкладывать 1 миллион кредитных денег. Поэтому, ребят, если вас кто-то туда зовет, пожалуйста, будьте как бы знакомы с этим маркетингом и будьте готовы какими-то фактами перед людьми апеллировать. Потому что в любом случае конкуренты у нас есть, конкурентов, я считаю, нужно знать в лицо. Меня так учили в свое время, когда я работала менеджером по продажам. Конкурентов нужно знать в лицо. Не для того, чтобы сказать, что ваша компания плохая. Нет. Чтобы показать просто наши преимущества перед этой компанией. Это что касается АТ-бонус. И второй проект, который я решила проанализировать, мне просто стало интересно, ну почему так? Ну почему весь интернет пестрит? Как там все круто, от чеков как бы ни у кого нет? Я его проанализировала. Что я могу сказать? Что если вы новичок и решили залезть туда, денег вам не видать очень долго. Вы выйдете оттуда разочарованный, в потерях, обиженный на весь мир. Но, к сожалению, это факт. По поводу, что я могу сказать. У нас матрицы есть как семиместные, там и трехместные. Там матрицы только семиместные. Чтобы закрыть нашу матрицу, вам потребуется 6 человек. Ну, 6 аккаунтов. Чтобы закрыть матрицу там, вам потребуется 12 человек. Дальше. Деньги у нас вы будете получать на руки по закрытию каждой матрицы. То есть, да, в маркетинге расписано, сколько денег вы получаете на, так скажем, на каждой ячейке нижнего ряда. Там до определенного момента ваши заработанные деньги будут идти на открытие следующих матриц. То есть, как я уже сказала, деньги вроде бы заработали, циферки вроде бы нарисованы, а денежка заморожена, потому что она ушла на открытие следующей матрицы. Переливы и клоны у нас есть, да, то есть, как помощь, так скажем, от вышестоящего спонсора. Там этого нет. У нас реферальные вознаграждения идут постоянно. О них мы с вами говорили, суммы я вам нарисовала. Там рефералку люди получают по закрытию пятой матрицы 10 тысяч рублей. Очень большая сумма. С учетом того, что до пятой матрицы доходит единица. Большая часть людей просто забрасывает свои кабинеты, остается в минусе. Здесь у нас вы работаете на том уровне, на котором вам комфортно. То есть, как я вам и сказала, хотите на первом, на втором, на третьем, никто вас не обязывает заходить и тратить деньги в рубе, 40 тысяч. Там вы обязаны идти в матрицу выше. Там заработал 200 тысяч, ты не можешь их забрать. 150 ты обязательно отдашь на открытие новой матрицы, и только 50 ты заберешь. Что касается официального вывода, комиссия у нас на пайр будет минимальна. Там она составляет 7%. Ну и последнее, как и в золоте великолепном. Там, если ты не можешь никого пригласить, тебе помогут переливы и клоны. Там, если ты не можешь никого пригласить, ну, значит, ты хреново работаешь. Вот это все, что мне рассказывали люди, которые работали там. То, что я увидела в маркетинге. И, к сожалению, вот после таких матриц люди бросают вообще заработок в интернете, считают, что реально в интернете заработать нельзя. Это на самом деле очень жаль, потому что в интернете заработать можно. И наш проект прямое тому подтверждение, что при минимальном вложении в 400 рублей можно зарабатывать хорошие деньги. Сергей, давайте вы будете искать себе рефералов немножечко в другом месте и другим методом. Либо проводите свой вебинар. Я думаю, с удовольствием к вам присоединятся другие рефералы. Итак, теперь давайте перейдем к вопросам, если они у вас есть. И будем потихонечку закругляться. В кэшбэре я оставила не отбитых 2 миллиона. Но мне посчитали, что я вышла в дикий плюс. Поэтому ничего страшного бывает. Это был мой первый проект, на самом деле, который меня привел в интернет. Поэтому, наверное, грех жаловаться, если бы не он. Наверное, до сих пор бы работала в найме за 60 тысяч и думала, что все очень хорошо. Так, в чем разница? Оплатил, пригласил 4-х человек. Тоже тишина. Не поняла вопрос. Если можно как-то более подробно. Пригласили вы 4-х человек. Какая тишина? Вы уже 4-х человек пригласили. Уже тишины не может быть. У вас уже какое-то движение пошло. Да, запись будет. В любом случае, запись после каждого вебинара будет. Теперь, что касается розыгрыша. Как я и обещала, пожалуйста, те, у кого... Я еще раз повторюсь, потому что сегодня некоторые не писали, переживали. У кого наставника нет. Кто увидел рекламу на страничке у меня. Если вас никто не звал сюда. Вот вы просто вот увидели, пришли. Напишите мне, пожалуйста, ВКонтакт. Как я и сказала, будет разыграно 3 кабинета по 1200 рублей. А если есть люди со структурами, то для них более как-то лучшие условия будут разыгрываться с участием в «Матрице Эмиральд». Поэтому, если такие ребята есть, пожалуйста, вот все мои контакты. Обратите внимание. Заскриньте себе, пожалуйста, этот слайд, если я кому-то нужна. Мой номер телефона, моя почта, мой телеграм и мой контакт. Как правило, найти меня можно абсолютно везде. Выбирайте удобный способ для вас связи. И давайте связываться, общаться. Если, как правило, как я уже сказала, если я отвечаю на вопросы очень долго, ну, просто завалена ничка. Поэтому не обижайтесь. Потом, если я не ответила, ставьте вот знаки вопроса. Много раз их можете ставить. И я в любом случае отвечу каждому. Так, ну что, спасибо всем, кто на вебинаре присутствовал. Я думаю, что я постаралась доступно все разложить, доступно все объяснить. Так, как разозваться новичкам, если тренинги, я новичок. Александр, вопрос. Если у вас наставник, если наставник есть, то, я думаю, он подскажет вам, как лучше развиваться, какими методами. Потому что у всех наставников совершенно разные методы работы. Я, например, работаю только в соцсетях. Я не спамлю никого в Телеграме, в Скайпе, еще там где-то, не рассылаю никому рекламу. У всех на самом деле свои методы работы, поэтому лучше, конечно, обратиться к тому человеку, которому вы пришли работать. Поэтому на этом давайте, я думаю, с вами будем заканчивать. Еще раз спасибо всем, кто пришел. Я думаю, увидимся с вами вскоре на следующем вебинаре. Надеюсь, вам было все интересно и все полезно. Поэтому всем спасибо. Всем всего доброго. Спасибо.